Итак, девчата, давайте снимаю вам ещё один раз видео. Пока я не могу скачать ВКонтакте прямой эфир, я засниму. Как обещала, обещала девочкам из Телеграма, обещала для Инстаграма снять это видео. Видео о наших цветных печенюшках. Показываю вам. Вот такие печеньки мы будем делать, девочки. Это печеньки у нас из песочного теста. В то время, когда нам не нужно цветное тесто, мы спокойно делаем просто песочку, просто печём обычные пироги. Скажу сразу, я вот такие вот печеньки делаю только на Пасху. Я цветным тестом не особо балуюсь. Мне не очень нравится, когда в тесте есть краситель. Если мы говорим с вами о натуральном красителе, то, конечно, однозначно да. Можно натуральные ароматизаторы, какие-то масла добавлять, какие-то натуральные красители. И, конечно, ничего вредного в этом нет. В моём случае я сейчас буду использовать красители гелевые, пищевые, но синтетические. Ну, потому что такие печеньки я делаю только ровно раз в год. В основном это на Пасху. Всё. Я уж не знаю, что должно случиться, чтобы я цветное печенье сделала просто так в обычной жизни. Ну, а сейчас мы с вами замешиваем тесто быстренько и без лишних слов. Итак, говорю рецепт. Смотрите, всё уже передвинуло. Что нам нужно? Всё элементарно просто. Нужно 200 грамм масла, либо маргарина. Девчат, решайте сами. Сливочное масло, либо маргарин. Я, если маргарин, то 72% жирности. Из таких маргаринов лично я уважаю и знаю только маргарин пышка. Не реклама, но тем не менее. Либо хорошее сливочное масло. Сейчас вы видите, что у меня здесь двух разных оттенков, потому что это у меня внизу маргарина, а сверху сливочное масло. Закончился мой маргаринчик, поэтому я дополнила сливочным маслом. Ещё раз говорю, вы делайте как хотите. Но помните о том, что песочное тесто на сливочном масле, на чистом сливочном масле, оно более плывёт. Ну, то есть меньше держит форму. Конкретно рисунка. Мы будем делать с калочкой красивый рисунок. Поэтому вот на сливочном масле тесто требует больше муки, для того, чтобы рельеф был более чёткий. А на маргарине вообще всё получается замечательно. Решать вам. Дальше. Что нам нужно? 180 грамм сахарной пудры. Либо сахара. Не вопрос. Можно использовать просто сахар. Никаких проблем нет. Для удобства я использую сахарную пудру. В принципе, если конкретно в этом тесте, если вы кладёте сахар, и сахар до конца не растворился, ничего страшного в этом тоже нет. Вот я говорю сейчас про свой рецепт. А вы там уже смотрите как хотите. У меня здесь вот сахарная пудра. Она не очень хорошая. Она у меня вся комками. Ну, как раз в тесто подойдёт. Дальше. Нам нужно 2 желтка и 1 целое яйцо. Здесь у меня не 3 яйца. Здесь у меня просто 2 желтка. Белки я убрала. И 1 целое яйцо. Дальше. Я решила, что в своё тесто его ароматизирую натуральным мёдом. Поэтому у меня здесь мёд. Буквально 40 грамм. Девчата, посмотрите сейчас. Вот в таком составе моё печенье будет хорошо сладенькое. То есть 180 грамм сахара сладости и 40 грамм мёда. У меня будет очень сладенько. Если вы не любите сильно сладкое, тогда знайте, что в рецепте вообще 180 грамм сладости, 180 грамм сахара. Значит, если вы хотите точно так же, как я, добавить мёд, берём, значит, так. Сахара берём не 180 грамм, допустим, а 140. И 40 грамм заменяем мёдом. Хотите, можно больше, можно меньше, без разницы. Но я думаю, что грамм 50-60, мёд, ничего страшного не будет. У меня, ещё раз повторюсь, 180 грамм сахарной пудры и мёда, мёда 40 грамм. У меня будет достаточно сладко. Дальше. У нас идёт мука. Мука примерно 400 грамм. Если будет необходимо, немножечко добавлю. Но 400 грамм это плюс-минус. У всех разная мука, соответственно, муки уходит тоже разное количество. Примерно 400 грамм. Когда будем замешивать, обратите внимание, что немножечко муки не доложу. Не досыплю сразу всё. Лучше буду подсыпать. Дальше. Сюда в муку у нас идёт сода, пол чайной ложки, и разрыхлителя пол пакетика. Примерно 6 грамм. Если вам не нравится сода, используйте только разрыхлитель, но тогда целый пакетик. Всё. Соды у меня здесь буду класть 1 чайную ложку. Это примерно 5 грамм соды. 4-5 грамм. То есть примерно так. Если вам нужен ванилин, используйте ванилин. Но у меня будет мёд, поэтому ванилина у меня не будет. Ну что, поехали. Всё очень просто. Начинаем с маргарином. Вываливаем масло, либо маргарин сюда. Сюда же мы высыпаем нашу сахарную пудру. И вот так вот хорошенечко растираем. Сейчас пока буду растирать, скажу по поводу масла. Масло тёпленькое. Его не нужно растапливать в микроволновке. Не очень хорошо. Наша задача, чтобы масло вообще было просто мягкое, но не растаявшее. Если вы растопите своё масло в микроволновке, то, естественно, из-за этого будет уходить больше муки, потому что у вас более жидкая масса получится. Это нехорошо. В песочном тесте очень важно, чтобы не было очень много муки. Не нужно перебарщивать. Когда будем сейчас замешивать тесто, будем смотреть по ситуации. Вот смотрите, я сейчас сахарную пудру не просеяла. И сейчас я пытаюсь комочки сахарной пудры размять. Видите, это нехорошо. Поторопилась. У меня просто в сите уже мука, и я поленилась просеять сахарную пудру. Но вот такие вот жестковатые комочки, поэтому я их вот так вот разминаю. Ну, просто разламываю здесь и всё. Если вы хотите работать миксером, пожалуйста, всё это можно сделать в планетарном миксере, либо ручным миксером. Но только если ручным миксером, то сильно не усердствуйте. Да и даже если и планетарным, сильно не усердствуйте. Потому что это тесто не любит долгого замешивания. Не надо. Всё. Масло, сахарная пудра. Сюда отправляю. Мёд. Оп. И тоже замешиваю, перемешиваю. Продолжаю также раздалбливать свои тут всякие комочки. Девочки, на самом деле, если вам нравится, можно начинать с того, что масло с мукой переминать. Можно и так. Это такой вот рецептик здесь, да, что теоретически я могу поступить таким образом. Вот. Сахарная пудра с маслом и могу добавить сразу муку, не добавляя яйца. Яйца добавить потом. Могу сделать таким образом. Если у вас вдруг сахар вместо сахарной пудры, и вы всё же хотите, чтобы он хорошо разошёлся, тогда сахар добавляйте в яйца и перемешивайте. И у вас сахар растворится частично в яйцах. И потом вот эту сладкую массу вы будете добавлять уже в масло с мукой. Хотите, таким образом можно поступить. Ну, давайте я сейчас сделаю. Я сегодня на эфире показывала, что я вот в это масло, вот в это масло, я добавляла, добавляла яйца, а потом только муку. Давайте я сейчас покажу другой вариант. И тот, и тот вариант абсолютно правильный. Ничего страшного нету. Смотрите, мука. Сюда сейчас очень важно нам одну, ой, пол чайной ложечки, пол чайной ложечки соды положить. Это практически весь пакетик, ну, практически. Здесь написано чайная ложка, но что-то как-то либо у меня ложка огромная, либо, ну, нет, там хватает. Короче, пол чайной ложечки соды и разрыхлитель, пол пакетика. У меня здесь как раз пол пакетика разрыхлителя. Хотите взвешивать, взвешивайте. Перемешиваем тщательно и плюс еще и просеиваем. Еще раз повторюсь, девчат, не пугайтесь, ошибки в этом нет. Если я сейчас покажу вам немножечко другим вариантом. Сейчас я возьму и муку добавлю в масло. Перетру и потом только добавлю яйца. Не проблема. Точно так же, как когда я в эфире делала, я сначала в масло добавила яйца, а потом добавила, всыпала муку. Тоже никакой проблемы в этом не вижу. Просто вот когда я добавляю сначала сюда яйца, а потом уже у меня идет мука, мне проще контролировать содержание муки. Но ничего, мы сейчас с вами по-разному поработаем. Насыпаем муку. Смотрите, девочки, сейчас, внимание, немножко муки не досыпаю. Я всегда подстраховываюсь. Но только теперь мне придется вот так вот руками превращать вот это все в крошку. Я вот так вот руками замешиваю и превращаю в крошку. Сейчас у меня будет очень сухо, потому что у меня яиц здесь нет. Еще раз повторюсь, чуть-чуть муки у меня осталось. Вот смотрите, я соединила, а теперь добавляю яйца. Но тогда уже не все сразу, а хотя бы вот так вот по одному. Девчат, те, кто были у меня на эфире, не удивляйтесь, что я поменяла, поменяла, так сказать, не методику. Ох, девочки, я еще сюда забыла. Я забыла добавить соль. Забыла добавить соль. Значит, что я сделаю? Сейчас. Забыла добавить соль. Значит, я поступлю таким образом. Я добавлю соль вот сюда. Девчата, сыплю на глаз. Вообще соли я всегда кладу где-то чайную ложку или пол чайной ложки, как хотите. Так я буду долго сыпать. Мне же нужно теперь, чтобы соль растворилась. Вообще, я всегда соль добавляю. Добавляю соль. Когда масло с сахаром перетираю, сразу добавляю соль. Сейчас, чтобы это дело все исправить, я в яйца добавила. Иначе у меня соль просто плохо растворится. Все. Отлично. Соль добавили. Продолжаем замес. Так, подмесили одно яичко. Вливаем еще. И подмешиваем. Так вот, пока перемешиваю, скажу. Те, кто был сегодня на эфире, не думайте, что что-то где-то я сделала ошибку. Ничего ошибочного нет. Абсолютно правильно. И так, и так. Можно, как я вам сказала, масло с сахаром перетереть, туда яйца добавить. Яйца, соль туда добавить. Можно сделать вот так, как я сделала. Сначала муку с... Так. Сначала муку... Муку... Муку с содой. Сначала муку с маслом, а потом уже вот так вот вмешиваю по чуть-чуть... Вмешиваю по чуть-чуть яйца. Можно и так делать. Не страшно. Ну что, я вижу, что масса моя все же совсем-совсем мягенькая. Поэтому всыпаю оставшуюся муку и замешиваю дальше. Специально не выключаю камеру, чтобы вы в режиме реального времени видели, насколько быстро, сколько я перемешиваю. Что это не нужно делать слишком долго, да? Тут нужно действовать быстро. Так. Очищаем перчаточку. Прошу прощения, у меня тут все летит. Очищаю перчатку. Хотя могла бы без перчаток это делать. Могла бы делать без перчаток. И теперь смотрите, девчата. Я, казалось бы, перемешала, да? Но я вижу, что тесто еще слишком жиденькое. Ну, совсем. Ну, совсем жиденькое, да? То есть, это очень мягкое. Помним, что у меня здесь повышенное количество сладости, да? То есть, по рецепту шло 180 грамм муки. Ой, 180 грамм сахара. Но я добавила еще 40 грамм меда. Понятно, что мне еще нужно, еще нужно добавить муки, потому что я увеличила количество, да, содержимого. Значит, и муки увеличиваем все же. Я кладу еще одну ложечку. Я думаю, что смело вторую я тоже буду добавлять. В одной ложечке у нас примерно 20 грамм муки. В одной ложечке. Примерно. Хотите, я взвешу? Ну, хотя не буду взвешивать. Смотрите, сейчас я уже вижу, что совершенно по-другому ведет себя тесто. Уже оно начинает вот так вот собираться в комочек. Это хорошо. Сейчас я буду очень аккуратно, чтобы мое тесто не превратилось в перебитое тесто мукой. Сейчас мне нужно очень нежненько с ним поработать. Так, девчата, смотрите, из перчаток у меня тоже уже все само собой собирается. Единственное, порвалась перчатка. Я сейчас поменяю перчатку. Прошу прощения. Давайте, я сейчас выключу камеру и поменяю перчатку. Итак, девчата, все, переодела перчаточку. Смотрите, ничего не делала, только чуть-чуть здесь со стола вытерла. Потому что сейчас я хочу это тесто немножечко вывалить на стол. Немножко присыпаю мукой, потому что все же оно у меня такое достаточно липкое. И продолжаю чуть-чуть. Сильно месить нельзя. Девочки, мы многое вымешивать не будем. Мы сейчас просто добавляем муки, сколько нам нужно. Мы сейчас просто немножечко добавляем муки. Вот, останавливала камеру, только чтобы переодеть перчатки. Ничего не трогала, ничего не месила. Прилипает к столу. Ничего не трогала, ничего не месила. Чтобы вы видели, да, что это все замешивается очень быстро. Тесто очень мягкое. Оно, конечно, не плывет, но оно безумно мягкое. И, конечно же, оно оставляет немножечко, ну, чуть-чуть слегка как будто подлипает, да. Ну, чуть-чуть еще добавляю. То есть, по факту у меня здесь на 40 грамм больше сладости, да, я мед добавила, 40 грамм лишних меда. Соответственно, и муки я добавила. Ну, получается, грамм 40 муки добавила, да. То есть, у меня муки здесь уже не 400 грамм, а 440. А вот это вот у меня пудра сахарная, не растворившаяся. Ха-ха-ха. Ну, вот, смотрите, девчата, какое тесто должно быть, да. Смотрите. Что я еще хочу сказать, девчат, от того, что... Помните, я вам вначале сказала, что я чуть-чуть еще подсыпаю, потому что я смотрю, у меня тесто тает. Почему тает тесто, я сейчас вам объясню. Помните, я в начале видео сказала, что на сливочном масле тесто более мягкое. И оно будет требовать в себя чуть больше муки, нежели маргарин. Нежели маргарин. Так вот, сейчас у меня же здесь, скажем так, масло, 100 грамм сливочного масла, 100 грамм маргарина. Поэтому мое тесто, мне кажется, что оно, конечно, такое, будет требовать муку однозначно. Поэтому мне даже порой приходится чуть больше добавлять муки. Но смотрите, я хочу, чтобы вы увидели какое-то тесто. Посмотрите, конечно, на перчатку ничего не липнет, но если бы у меня сейчас был голый пальчик, то немножечко бы вон там, внутри, мне бы тесто пачкало пальчик. Но вот так, по факту, вот оно, видите, комок взял, сделал, никуда оно не плывет, вот оно держится. Но оно безумно мягкое, вот прям безумно-безумно. Что мы делаем теперь? Теперь, что такое? Сахарная пудра у меня не размешалась. Сейчас, давайте я. Сахарная пудра не размешалась. Так. Ну и ладно, не размешалась, не размешалась. Что мы теперь делаем? Мы теперь делим наше тесто на столько кусочков, насколько вам нужно, если мы хотим его выкрасить. Давайте так, я сделаю, я сделаю тесто. Вот такой комочек выкрашу сейчас в желтый цвет. Понятно, что любое, все остальные, ну давайте я не только в желтый, я еще один оставлю белым. А эти два выкрашу в цветные. И сейчас мне нужно приготовить муку, чтобы я могла немножечко в муку буду окунать. Потому что, когда добавляешь краску, тесто немного разжижается. И, конечно же, нам нужно опять же муку немножко добавлять. Итак, вот так вот наше тесто распределили. Налили сюда красочку. У меня обычный гелевый топ-декор. Если у вас жирорастворимые, пожалуйста, добавляйте жирорастворимые. Если у вас натуральные, делайте натуральные. Будет очень хорошо. И вот так вот перемешиваем. Если начинает липнуть, сейчас будем добавлять чуть-чуть муки. Но муки буквально чуть-чуть. Это значит вот так, смотрите, я раз макнула в муку. И все, и пошла дальше перемешивать. Перемешивается, в принципе, достаточно быстро. Добавляйте краски сколько вам нужно. Но учтите, что краситель при выпечке немножечко притускнеет, да? Немножечко съедается цвет. Поэтому ваша задача сделать достаточно ярко. Не пытайтесь делать какие-то супер-пупер нежные тона. Все равно они у вас не получатся такими. Все равно будет чуток... Чуток будет... Ну, как бы цвет полиняет. Как будто бы линяет цвет. Не получится нежно, а получится как будто бы вы... Стал, как сказать... Цвет полиняло. Вот, выцвел. Вот. Так. Убираем это в пакет. Раз. В пакет. Вот так вот лепешечку сделала. И убираю в холодильник. Перед тем, как выпекать, нужно дать... Нужно дать полежать тесту где-то... Если вы хотите быстро, то уберите в холодильник. Просто уберите... Ой, в морозильник. Уберите в морозильник и буквально через, наверное, минут 20, там, полчаса вы уже можете его раскатывать. Ваша задача, чтобы тесто подстыло хорошо. Если в холодильник, то на час, на два. Я сюда пока говорю, добавляю еще один цвет. Беру вот такой бирюза. И перемешиваю. Так вот, можно тесто сделать накануне. Можно его сделать так, чтобы оно было... Допустим, вечером замесили, утром начинайте печь. Хранить его долго не надо. Тесто делается очень быстро. Ну, зачем его хранить? Для чего? Его встал и за 15 минут быстренько замесил. Надо быстро печь. Значит, в морозилочку убрали, подморозили чуть-чуть тесто, чтобы оно остыло хорошенечко. И все, и начинаем дальше работу. Видите? Вот у нас с вами бирюза. И так можно любой цвет. Если вы пользуетесь какими-то маслами, ароматизаторами, пожалуйста, добавляйте. Хотите цедру лимона, добавляйте. Можно цедру лимона добавлять. Можно. Вот и все. Вот такой вот бирюзовый цвет у нас с вами получился. Точно так же в пакетик. Точно так же в пакетик и в холодильник. Вот так. Все. Теперь я что делаю? Теперь я просто-напросто навожу здесь порядок. Сейчас камеру ставлю на паузу. Навожу порядок. Достаю тесто, которое приготовила заранее, чтобы показать вам, как оно раскатывается и как это все делается. Ну что, девчата, все, чистоту навела. Тесто у меня было заготовлено от лежавшееся. Вот сейчас мы с него и будем пробовать делать. Понятно, что просто гладкие пряники, это понятно, как делать, да? А как делать пряники, которые у нас рельефные. Вот. Все тоже. Точнее сказать, не очень-то это все и сложно, но есть свои нюансы. Смотрите. В отличие от пряничного теста я добавляю хорошо муку. Подсыпаю. Почему? Потому что у меня в тесте не очень много муки, да? Мое тесто, оно такое липкое слегка. Но хотя, когда оно холодное, оно, конечно же, не липнет. Девчата, что хочу сказать по поводу теста. Сейчас я вам покажу, какой толщины в самом начале должно быть. Смотрите, девчата, в самом начале мое тесто должно быть почти сантиметр толщиной. Почти сантиметр толщиной. Почему? Потому что сейчас я буду пользоваться скалкой. Сейчас я беру вот такую скалочку. Я ее мукой вот так вот, чик-чик-чик. Муку не боимся. И сейчас моя задача прям хорошо вдавить рисунок. Вдавливаем, вдавливаем, вдавливаем. Прям хорошо. Вдавливаем, вдавливаем, вдавливаем. Оп. Вдавили. И после этого наш пласт теста, он утончился, да? И здесь уже миллиметров шесть от силы. Но зато вот так вот красиво виден весь рельеф. Теперь, смотрите, девчата, берем, на один противень нужно класть примерно одинакового размера все пряники. Я буду делать вот такие вот, вот такие вот, вот такие вот. Так. Делаем вырезку. И перекладываю на коврик, на котором я буду работать. Вот у меня такой перфорированный. Он у меня вот здесь будет сбоку. Вы сейчас его, конечно, не увидите. Но имейте в виду, что я туда перекладываю. Так. Второе. Оп. Видите? Видите? Это тесто можно спокойно в руки брать. Вот такие вот красивенькие штучки. Ну, давайте я еще маленькое сделаю. Хотя оно, конечно, за ним нужно будет следить, потому что размер маленький, может быстрее испечься. Обрезки собираю и буду раскатывать их потом. И точно так же, давайте я еще один вид теста раскатаю. Все то же самое мы делаем с другим, с другим цветом. Ну и так далее, какой цвет вам нужен. Давайте я сейчас раскатаю. Вот такой вот яркий у меня. Смотрите, какой. Ну, какой. Вот этот цвет у меня получился. Это не фиолетовый. Это пурпурный топ-декор. Он так и называется. Пурпурный. Чуть в муке. В принципе, не чуть-чуть, а хорошо в муке, да. Чуть-чуть подкатали. Сейчас очень важно, внимание, да, чтобы у нас действительно, действительно тесто было холодное. Вот так вот, вам зато все видно, да. Так, скалку возьму другую. У меня еще вот такая есть. Это скалочка нелюбимовская. Это другая скалочка. Покупала я ее просто в магазине для творчества Леонардо. То же самое. Прокатываем. Оп. 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 Ну, ничего страшного. Оп. Прилипло. Ничего страшного. Ну, значит, плохо, плохо припорошила. Ничего. Мы на этом с вами хорошо поработаем. Раз яичко. Вот такой вот рисуночек, видите? Оп. Так. Оп. Будет у меня два. Нет, надо еще. Сейчас я эти обрезочки соберу. Надо быстрее торопиться, потому что тесто наше греется, а тесто не должно греться. Ох, девчоночки, прям забилось. Хорошо. Так, сейчас камеру выключу. Итак, девчат, не смогла я почистить. Некогда сейчас чистить. Буду одним краем. Аккуратненько, вот так же. Раз. Оп, оп, оп. Давай не прилипай. Что такое? Ну и ладно. Ну и ладно. Сейчас красивенький сделаем. Какой-нибудь красивенький. Вот так вот. Раз. Я тут еще подбираю узорчик. Ну и все. Все, это уже не буду раскатывать. И теперь смотрите, девочки. Теперь берем вот эти наши пряники. Ну, представим, что у нас их много, да, разные. Теперь их отправляем в духовку. Если ваше тесто успело согреться, и оно у вас, ну, вы чувствуете, что оно не холодненькое, перед выпечкой отправьте его в морозилку минут на 10, чтобы чуть-чуть подморозилось. И только потом отправляйте в духовку. Тогда у вас будет очень хорошо виден весь рисунок. Хорошо? Ну и не раскатывайте очень толсто. Чем толще раскатаете тесто, тем у вас просто-напросто сильно подымется тесто, и весь рисунок станет не виден. У меня здесь, я сейчас вам не... Ну, вот у меня здесь 5 миллиметров. Больше 5 миллиметров не вижу смысла. Это печенье. Мы не пряники делаем, да. Поэтому 5 миллиметров перед выпечкой в морозилочку хотя бы на 5 минут. И ништяк. И ставим выпекаться. Давайте сейчас я уберу в морозилку и скажу дальше. Итак, девчата. Я разогрела духовку до 200 градусов, 200 градусов. Разогрела духовку, нагрев вверх-вниз. Вверх-вниз нагрев. При 200 градусах наши пряники будут печься от 6 до 7 минут. Все зависит от размера, конечно же. Может даже и 8, но у меня 8 сантиметров величина вырубки. При такой величине, после 6 минут, 6 минут пройдет, нужно внимательно смотреть на пряники. Если они у нас... Вы чувствуете, что они уже готовы. Нельзя ждать того, чтобы пряники стали румяниться. Если они у вас начнут румяниться, все будет очень некрасиво. То есть, ваша задача поймать тот момент, когда они испеклись, но еще не начали подрумяниваться. Вот это как раз тот промежуток. С 6 до 7 минут. То есть, в 6 минут начинаем пристально следить. До 7 минут ждем. Трогаем пряничек в серединочке. Если чувствуем, что упруго... Все. Не пряничек, а печеньку. Если чувствуем, что упруго, все отлично вытаскиваем. Не ждем, чтобы стало золотиться. Этого делать нельзя. Иначе будет некрасиво. Итак, девчата, смотрите. У меня подморозились мои пряники. Подморозились. Я вам даже сейчас покажу. Смотрите, насколько они... Как они подморозились. Что они вон держат, да? Ну, то есть, подмороженные. Теперь отправляем их в духовку. Давайте еще раз скажу. Не забываем, что мы работаем с тестом. Когда мы достаем с холодильника, тесто должно быть очень холодное. Нельзя его греть. Чтобы красиво раскатать, сделать красиво раскатку скалочкой, обязательно тесто должно быть холодное. Если у вас тесто теплое, у вас будет тесто плыть, прилипать и так далее. То есть, не забываем. Тесто холодное. И перед выпечкой мы отправляем наши печеньки сначала в морозилку. Вот у меня они постояли 10 минут. Этого вполне хватило. И сейчас я буду отправлять их выпекаться. Смотрите. Противень я вот так переворачиваю не лицевой стороной, а вот так вот дном кверху. Вот сюда подставляю к столу. Краю стола подставляю. И перетягиваю сюда печеньки. Все, замечательно. Проверяем, чтобы ничего никуда не сползло. Духовка у меня разогрета до 200 градусов. Режим вверх-вниз повторилось. Отправляю. Итак, девчата, все спекла. Но я сейчас вам что-то покажу. Девчоночки, первую партию... Почему вы сейчас видите, все уже сложено? Потому что первую партию, которую мы с вами отправили в духовку... Опаньки! Пережарила. Видите? Девчат, если передержите в духовке... Вот отвлеклась. Отвлеклась буквально на одну минутку. Все. 7 минут прошло. И мои маленькие пряники реально вон подгорели. Это называется подгорели. Хотя внутри все красиво. Ничего, как бы, по факту они не высохли. Они мягкие. Все. То есть тесто мягкое. Но, девчонки, вот что касается цвета, да... Вот здесь я почему вам говорила. 5 минут прошло. Сидите и следите. На 6-й минуте уже будьте очень на чеку. Прям не отходите от газовой духовки. Я отошла. И вот что получилось. Буквально 7 минут. И у меня уже все сгорело. Но ничего. Переделали. Перепекла, переделала. Все хорошо. В общем, у меня в духовке стояли пряники. Ой, пряники, печеньки. Скажем так, 6 минут. Ну, может быть, секунд 20-30 еще. И все. И я вытаскивала. И тогда вот так вот. Вот здесь вот даже уже чуть-чуть намеревалась уже начать поджариваться. Но вовремя остановилась. Что касается того темного цвета. Помните, темный-темный раскатывала цвет. В итоге цвет, конечно, в духовке поменялся. И причем очень сильно, да. Видите? Очень сильно поменялся. Но это скорее именно вопрос к цвету. В любом случае красители у нас нет. Не термостабильные. Поэтому вот такой нюанс есть. Вот. И что еще хотела вам сказать. Насчет добавок, да. Девочки. Вот у меня здесь на самом деле самые яркие печеньки. Ну, вот чистый желтый, да. Чистый зеленый. Получается из теста, которое просто песочное. Без добавления меда. Вот такой маленький моментик. Что мед. На мед дает реакция краситель. То есть краситель дает реакцию на мед. Меня, в принципе, устраивает. Я же буду это все украшать. Мне все равно нравится этот цвет. Ну, хороший цвет. Но такой слегка, слегка, слегка не чистый. Поэтому, если хотите прям такие яркие, яркие, насыщенные цвета. То делайте песочное тесто без добавления меда. Но я еще раз говорю. Мне нравится с добавлением меда. Я, в принципе, закрываю глаза. Я на первое место ставлю вкус теста. Поэтому я кладу. Ничего страшного, если у меня немножечко цвет чуть-чуть меняется. Я считаю, что ничего страшного. Просто хотела вам показать пример, как это может быть. Вот, сейчас еще покажу. Вот, кстати, еще хотела показать. Вот у меня здесь. Вот в этом тесте. Вот в этом. Это у меня, на самом деле, не песочное. Это у меня пряничное тесто. Медовое пряничное. И вот когда можно сделать медовое пряничное тесто, допустим, но не класть туда специи. Потому что специи точно так же очень сильно реагируют. Видите? В крапинку. Это вот потому, что у меня здесь имбирь. Он, понятное дело, что чуть-чуть-чуть реагирует. Ну, плюс еще не стоило так долго его держать в духовке, да? Вот эти вот замечательно получились. Я считаю, очень даже, очень даже ничего с ними. Ну, да, чуть-чуть. Конечно, цвет по-любому немножко искажается, да? Ну, чуть-чуток. Эти мне очень нравятся. Ну, а вот эти я тоже немножечко дольше подержала. Здесь тоже начинает уже такой появляться, как бы, загарчик. Вот эти, я считаю, я подержала чуть дольше. И видите, сразу цвет меняется, да? А, это у меня не то. Немножечко притупляться начинает цвет. Хотя это, по-моему, тоже не то. Это вот отсюда. Вот. Вот. Это и это одинаковые. Вот, видите? Немножечко-немножечко ушел в другую сторону. Все, загорать стали уже. То есть следите, следите. Пять минут стойте прям-прям на чеку. Шесть минут прошло. Вообще старайтесь вот максимально. Шесть минут прошло. Смотрите. Ага. Как только поняли, что все, все, уже все пропеклось. Быстрее вытаскивайте. Не давайте ни на грамм загореть вашим пряничком. Точнее, вашим печеньком. Ну, вот. Пожалуй, все.